Здравствуйте! В ближайшие 20 минут все самое интересное, что происходило в республике за эти 7 дней. В эфире Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Под крылом ЮНЕСКО Хакасия подписала соглашение с этой организацией, а значит заявила о своем желании защищать культурное наследие по международным стандартам. Форум на Гладенькой вновь собрал различных экспертов России и зарубежья. Какие итоги можно подвести? Так День Республики еще не отмечали. С разницей в несколько часов в Абакане открылся фестиваль Черчаян, а затем прошел концерт оперных певцов. Вечерний салют обязателен. Театральный фестиваль подарил Хакасии встречу со звездами кинематографа. В Абакан приехали Светлана Немоляева, Анна Ардова, Игорь Костолевский. Эта неделя прошла в Хакасии под знаком сразу двух международных форумов. Сначала открылся форум по сохранению историко-культурного наследия, затем театральный фестиваль Черчаян. Мои коллеги из новостей ежедневно освещали эти мероприятия, но некоторые подробности событий остались за кадром. На них и обратим внимание. Итак, форум на Гладенькой. Главный его результат – это подписание соглашения с ЮНЕСКО, которое дает Хакасии возможность включить свои археологические памятники в список всемирного наследия. Сложно переоценить значение этого события. У нас так часто говорится о необходимости сохранения курганов и писанец, но возможностей было не так много. И вот реальный шаг к этому сделан. К этому моменту республика шла несколько лет. Глава республики Виктор Зимин и ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе своими подписями подтвердили обязательство сохранять культурное наследие хакасского народа. И это один из тех документов, ради которых стоит проводить подобные форумы. У республики появилась возможность включить свои археологические памятники в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь идет о Салбыкском кургане, Уйбацком Чаатасе и крепости Тарпик. Если они попадут в заветный список, это означает дополнительные гарантии защиты и сохранности, повышение престижа и возможность привлечения денег для охраны из фонда всемирного наследия. Кроме того, принадлежность памятника к ЮНЕСКО многократно превышает приток туристов. Но чтобы получить эти блага, сначала республике придется очень много поработать. Прежде всего, властям Хакасии предстоит доказать, что ее памятники действительно являются шедеврами. И дело не только в научно-доказательной базе, которая уже давно говорит о том, что Салбык древнее Стоунхенджа. Чтобы оформить весь пакет документов, потребуются и силы, и время, и финансы. Та же аэрокосмическая съемка объекта стоит немалых денег. Но и включив объект в список, успокаиваться рано, предупреждают эксперты. Включение в сам список – это полдела. Вторая половина может быть не менее важная. Скорее всего, не менее важная – это поддерживать этот объект в том состоянии, сохранности, на котором настаивает ЮНЕСКО и ее регулирующие документы. В частности, Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. Поверьте, это не так просто. Если все получится, то Салбыкские курганы и остальные комплексы станут первыми памятниками материальной культуры за Уралом, которые войдут в список всемирного наследия. Также под охрану международной организации могут попасть так называемые нематериальные ценности. Речь идет о героическом эпосе – по-хакаске «Алыптых-Нымахи». Их сохранилось около 300, но из-за языковых проблем «Нымахи» практически не востребованы у широкого круга слушателей и читателей. Еще одно направление сотрудничества – это охрана памятников природы. Ожидается, что в Хакасии впервые будет создан биосферный резерват, то есть территория будет охраняться по международным стандартам. Эксперты также предложили провести Дни Хакасии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже – своего рода пиар-акцию республики. Если вы в одном месте показываете все, что касается республики, вы это показываете на весь мир, поскольку там 190 стран, постоянные представители, а если это будет во время генеральной конференции, это значит перед глазами министров культуры этих стран, министров образования. То есть в одном месте вы сразу на целый мир показываете республику. Я думаю, что это еще важно. Хотя впереди огромная работа, большой шаг вперед уже сделан, уверены представители Хакасии. В республике будет создан комитет по делам ЮНЕСКО, а значит необходимую консультационную помощь местные специалисты получат. Ну а самой республике еще предстоит осознать, какую ответственность она на себя взяла, войдя в международное сообщество ЮНЕСКО. Марина Конодакова, Михаил Окунев, Вести Хакасия. На форуме было немало чиновников федерального уровня. Так, в Хакасию прибыли заместитель министра культуры России Григорий Перумов и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. Кстати, праправнук Льва Толстого. Замфедерального министра культуры не случайно в республике. Именно он курирует строительство нового здания Краеведческого музея. Перед посещением форума он побывал на стройке. Деньги на него, напомню, выделяются из федерального бюджета. В одиночку такой объект республики не осилить. Общая стоимость музея примерно миллиард триста миллионов рублей. Как заверил Григорий Перумов, перебоев с финансированием проекта быть не должно. Финансирование началось в 2013 году и первые 300 миллионов рублей из федерального бюджета в качестве субсидии региону поступили в 2013 году. Строительство было начато. И вначале уже было понятно, что темп набран хороший, поэтому конец виден. Соответственно, в такой ситуации нам достаточно проще говорить с нашими коллегами из Министерства финансов и Министерства экономического развития, которые должны подтвердить выделение субсидий. И когда мы показываем реальный результат, что документы согласовываются, экспертизы, строительство ведет, то они с пониманием относятся к этому. Поэтому в 2014 году такая же сумма выделена, 300 миллионов, из которых 200 уже перечислены региону, а 100 будут перечислены во втором полугодии. И 300 запланировано на 2015 год. Эти решения сейчас в стадии принятия, но я убежден, что решение будет положительным. В этом году организаторы мероприятия особенно поразили своей изобретательностью. Форум впервые обрел имя, причем имя хакасское – Сибир-Иль. Во-вторых, мероприятие получилось вкусным, причем в самом буквальном смысле. В шатрах нагладенько развернулся настоящий гастрономический променад. На нем были представлены хакасская кухня и другие национальные кухни. Гости с удовольствием пробовали местную конину, хариуса, травяные чаи. Что касается одного из главных наших угощений – Талгана, то ему был посвящен целый праздник в Республиканском музее-заповеднике Казановка. Он называется «Алтын Талган». У музейщиков есть идея сделать его международным. Талган популярен у многих в прошлом кочевых народов. В том виде, в котором сейчас проходит праздник Талгана, пока ни один из народов, который тоже кушает Талган, у которых он почитается как ритуальный, обрядовый элемент кухни, пока они не дошли до того, чтобы праздник проводить. Поэтому мы имеем моральное право к тому, чтобы сформировать своего рода международное сообщество тех людей, которым Талган дорог. Хакасская кухня очень разнообразная. Она универсально вкусна. Одно просто вкусная. И сладости вкусные, и мясные блюда вкусные. И главное, что функциональность соединена с изысканностью. Особого упоминания заслуживает музейное сообщество, которое собралось на форуме. Это музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, более известный как Камскамера. И Российский этнографический музей. Первый привез выставку фотографий Степана Дмитриевича Минагашева. Второй, не менее интересную выставку под названием «Мужчина, воин, охотник». Обе стали большим событием, так как экспозиции такого уровня крайне редко бывают в республике. Ну а местные хранители истории получили возможность пообщаться со столичными коллегами. Мы все развиваемся действительно в едином ключе. Мы все стараемся быть полезными обществу и действительно принести какую-то пользу. Но вот сегодняшний форум, конечно же, он нам показывает, скажем, дает возможность предоставить свои какие-то достижения. Одной из главных интриг форума каждый год является вопрос, какую оперную звезду привезут в Хакасию. На этот раз организаторы пригласили Тьяго Аранкама из Бразилии. Там очень любят футбол, но Тьяго стал первым бразильцем, которого пригласили на учебу в Миланскую академию при Ласкало. Компанию иностранному исполнителю составила Юлия Герцева. Добавим, что их концерт по традиции стал подарком властей ко Дню Республики. Был на концерте Хворостовского, слушал Карераса, солистов Мариинского. Такие разговоры можно запросто услышать на улицах Абакана. С недавнего времени выступления звезд оперной сцены стали для Хакасии традиционными. Четвертый год подряд в День Республики на праздничный концерт приглашают мастеров классической музыки. В этом году к нам приехали британский дирижер Джулиан Голан, солисты Юлия Герцева из Санкт-Петербурга и бразильский тенор Тьяго Аранкам. Накануне вечером Первомайская площадь в Абакане превратилась в концертный зал под открытым небом. На сцене звучали знаменитые арии из оперы «Кармен», «Тоска» и другие известные произведения русской и зарубежной классики. На мировой оперной сцене Тьяго Аранкама критики называют поющим актером за феноменальную способность перевоплощаться на сцене. Сегодня у зрителей Республики была уникальная возможность убедиться в этом лично и попасть под невероятное обаяние оперной звезды. Талант бразильского тенора уже давно оценили на мировом оперном Олимпе. С 2008 года он поет за главные партии в лучших театрах мира. Специально для наших зрителей практически на безупречном русском – «Очи черные». Концерт длился около двух часов. На зрителей периодически спускался проливной дождь, но с площади никто не расходился. Скорее наоборот, ближе к ночи любителей классической музыки прибавилось. Нам такая музыка нравится. Ну, во-первых, мы это все и слышали, Кармен, каждый телевидение, радио, все такое было и в телевидении, и раньше радио. Знакомы как-то все, не только мы, и молодежь также. Завершился концерт праздничным салютом. Республика отметила свой 23-й день рождения. Олеся Калиниченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. День республики также отметился началом другого масштабного форума. В четверг открылся театральный фестиваль «Черчаян». Благодаря тому, что 2014 объявлен годом культуры, на Черчаяне можно было увидеть легендарный московский театр имени Маяковского и самых заслуженных его звезд – Светлану Немоляеву, Игоря Костолевского, Михаила Филиппова. Какие спектакли привезли москвичи и другие гости Черчаяна, смотрите далее. Девочка по имени Миньона живет в шкафу, наполненном самыми разными образами и чувствами от страха до восторга. Вместо людей кукла и маски – жутковатые, но вызывающие у зрителя то симпатии, то сочувствия. Спектакль «Мистерию» привез в Петербургский театр карнавальной культуры маски и гротеска странствующие куклы господина Пежо. Такая работа с масками, с историей – это наше такое, можно сказать, ноу-хау. Это Анна Шишкина, наш художественный руководитель, она это, можно сказать, придумала. Хотя это основывается, конечно, берет истоки и в комедии «Дель арта», и в театре «Но», и кабуки, и старых и шаманских, кстати, тоже ритуалов. Мы очень много изучаем масочную культуру разных стран и народов. Странствующие куклы выступали и на правительственных праздниках, и на дворцовых торжествах, но главным своим призванием все равно считают уличный театр. А его эстетика предполагает постоянное общение со зрителем, и вот теперь у кого-то из абаканцев был шанс получить сердце миньоны. Я просто был в какой-то эйфории, мне спектакль очень понравился, и вот как-то происходило все само... Я почувствовал себя в какой-то момент просто куклой. Настолько люди профессионалы своего дела, что могли легко владеть живым человеком. А это один из редких шансов, который подарил Черчаян местному зрителю. Попасть на обед к Эммануилу Канту смогли всего сто с лишним человек. Больше этот шестигранний компитеатр, устроенный прямо на сцене драмтеатра, вместить не может. Спектакль «Кант» привез в Московский театр имени Маяковского, и это стало одним из самых громких событий фестиваля. Ведь театр Маяковского – это такие актеры, как Михаил Филиппов, Анатолий Лобоцкий, Светлана Немоляева и, конечно, Игорь Костолевский. Шульц. Иоганн Шульц. Старший дворцовый проповедник. А Шульц? Шульц ТС. Т, втесавшийся между Л и С. Его как бы нет, но все-таки. А зачем она там? Наследственная. Эммануэл Кант, естественно, у всех сразу возникает философская литература, что-то серьезное, очень такое глубокое. Глубокое, но просто с таким юмором, с таким хулиганством это все сделано. Движемся в этом направлении, продвинемся, как Бог даст. Петух – это часть нашего движения. Что за петух? Бойцовый. Английский бойцовый петух. Это совершенно новый петух, сударь. Удачно размножаясь, он подорвет нищету. Потому что английские бойцовые куры несут огромные яйца. На треть крупнее обыкновенных. Ну, актеры завораживают. Вот правда завораживают. Эти лица видел по телевизору, по телевизору и по ТВ. И вдруг они совершенно рядом, совершенно с тобой, такие же обычные люди. Театр Маяковского уже представил два спектакля. Сегодня вечером будет 3 август «Графство Освич». Гастроли проводятся в рамках Года культуры при поддержке Федерального центра гастрольной деятельности. И еще одним ярким участником фестиваля стал уличный театр из Голландии. Его движущиеся фантомы на ходулях заметили еще в день открытия. Затем одно из представлений голландцы дали на Первомайской площади. Необычно актеры, конечно, имели огромный успех. Тем более, что им удалось показать и своеобразное фаер-шоу. За увиденное удовольствие зрители Черчаяна щедро отблагодарили актеров. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Сразу после событий недели смотрите программу «Виват-университет». Она расскажет о Хакасском госуниверситете, который в этом году отметил свой юбилей. Всего доброго и до следующих выходных. «Виват-университет»